Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Фактор Че» и её ведущие Нина Донских и Михаил Масалёв. Программа о том, что всякий человек познаётся делом. Наши гости – сотрудники Международного генеалогического центра. Директор центра Артём Маратканов и директор по развитию Алексей Дмитриев. Международный генеалогический центр существует с 2008 года. Но история центра берёт начало с 90-х годов. Исследования проводят специалисты-генеалоги, которые профессионально занимаются этой деятельностью уже более 20 лет. 2008 год – это год, когда все специалисты объединились в один коллектив. Так сложилось, что опыт и навыки, которые они приобрели за десятилетия, своей работы с клиентами и архивами сделали МГЦ лидером в области генеалогических исследований. Ребята, ну скажите, пожалуйста, а в чём, собственно говоря, заключается вот это ваше лидерство? У нас очень сильная сторона – это архивный поиск. Мы собрали такую команду, такой опыт смогли саккумулировать, что любой архивный поиск у нас достаточно успешен. А вы в каких архивах работаете? Мы работаем в любых архивах, в любых странах с документами на любом языке. То есть, какая задача стоит, такую мы решаем. Естественно, подготовка, естественно, подбор специалистов под каждую задачу, под каждую командировку. Далее командировка, либо серия командировок. И, в общем-то, уже готовы презентовать результат заказчику, представитель заказчика. То есть, мы к этому архивному поиску подошли с более структурной стороны, если можно так и сказать, организовали команду, каждый специалист знает свои направления, есть координатор архивного поиска, более сотни специалистов находятся по разным городам по всей России, есть команда, которая отдельно выезжает. Дальше у нас структура в компании существует, там есть историки-генеалоги, другие специалисты, за счет этого и выигрываем. Это надо, наверное, много языков знать, чтобы вести такой поиск. Наверное, много надо чего знать. Ну, есть специалисты действительно уникальные, которые знают по 5-7 языков каждый. Но таких не очень много, как правило, это дорогие и редкие специалисты с открытым шенгеном. Артем, вот я хотела вам вопрос задать. Вы сказали, вы создали большую команду. Насколько большая она, эта команда? На данный момент в штате около 20 человек. Еще 20 человек – это те люди, с кем мы постоянно работаем. То есть, они у нас за штатом, но мы с ними работаем ежедневно, еженедельно. И порядка сотни, наверное, специалистов по России, либо по территории бывшей Российской империи, с которыми мы сотрудничаем несколько раз, 3-4 раза в год. То есть, удаленно в регионах. То есть, получается такая большая разветвленная сеть, которая в нужный момент, в нужное время, к которой вы можете обратиться. Совершенно верно. Территория России огромная и требует как раз-таки больших затрат. А как, собственно, методика? Как пришел к вам человек, называет свою фамилию, например, Иванов, дальше-то что делать? Михаил, нужно чуть-чуть глубже посмотреть. Нужны дедушки, бабушки. Где они родились, когда они родились. И отсюда уже отталкиваемся. То есть, там, где родился ваш дед, скорее всего, там и записано его рождение. Если до революции, то это в церковь. Если после революции, то в ЗАГСе. От этого и отталкиваемся. А ведь бывает так, что очень много всего уничтожалось. Иногда бывает, что постки заходят в тупик, да? Например, церковь. В ней был командный пункт. То немецкий, то наш. Церковь – это разбито. Книги сгорели. Как быть? А тут интересный вопрос. На самом-то деле, еще до этого все документы были переданы в архив. Другое дело, что и архив пострадал во время войны. То есть, нет такого архива, там, где шли военные действия, который бы не пострадал во время Великой Отечественной войны. Поэтому, если говорить про уничтожение документов, про потерю, то война нанесла серьезный урон документам. Есть совершенно выжженные архивы. То есть, Минский архив, например, архивы Краснодарского края. Ну, там, где как бы прошли. Архивы Украины. Но это не тупиковые случаи, потому что есть очень много косвенных источников. Потому что, так или иначе, даже самый простой крестьянин, он жил, трудился на земле, имел землю, строил дом, участвовал в каких-то сельских сходах, в строительстве церкви, в каких-то спорах, может быть, с кем-то судился, что-то отстаивал. И его призывали в армию. Соответственно, все эти документы... Где-то можно найти. Да, их нужно искать в архивах. Не сохранился один фонд, сохранился другой. Различные переписи были. Поэтому мы не просто прямые генеалогические источники рассматриваем и ищем. Мы изучаем и сопутствующие источники, сопутствующую формату собираем. Тем самым, если нет прямых генеалогических источников, то пытаемся по крупицам. Здесь действительно все правильно. Поиск идет по крупицам. А вот мне очень интересует вот такой вопрос. Я, например, тоже свое родословное очень внимательно изучала. И даже книгу, так как я журналист, у нее было проще. Я сделала даже книгу о своей семье и о истории ее, так сказать, зарождения. Мои поиски закончились моими прабабушками. До прабабушек я дошла. А вообще, насколько глубоко можно копнуть вот свое родословное? До какого века? До какого века вот вы дошли вот в свое… Вам приходилось, скажем, копать. Какая у нас статистика? Наверное, в каждом третьем случае людям везет. И нам везет, и заказчикам везет, потому что можно посмотреть документы 1640-х годов, где будут упоминания предков. Ну, при условии, что мы всю цепочку документально восстановили до этого момента. То есть 17-й век. И да, если ему, например, лет 70-60, то получается середина 16 века мы можем отчитать рождение самого крайнего предка. То есть вот такие у вас были случаи, когда вы начинали… Наверное, каждый третий случай у нас заканчивается вот в середине 16 века. Всем остальным не везет, потому что, ну, скажем так, документы не сохранились по тем или иным территориям. И, собственно, ну, тут уже ничего не придумаешь. Или фамилии не было у крестьян в те времена. Да, было же… А вообще сколько может длиться поиск? Поиск может длиться от 6 месяцев, до 6 бывает по-разному, до 10 месяцев, до года. То есть вот есть стереотипы об этом исследовании, таком, что это длится 2-3 года. Все-таки в нашей компании мы стараемся это вложиться в короткие сроки, от полугода до года. Бывает, быстрее делаем. Все зависит от частного случая, глубинный поиск. Ну, ориентировочно такие рамки. А вы как, рисуете дерево родословное или какую-то схему рисуете? Утонченное. Тогда я расскажу немножко просто пошире. Генеалогические исследования. Это вот архивный поиск, восстанавливаем всю схему. Эта схема там может содержать 800 персон и больше. Даже так? Да, то есть при восстановлении… Какие же размеры получается полотно? Ну, как несколько метров можно растягивать, даже больше 5 метров. Есть такие. Это строится в специальных программах. Тут все несложно. Есть просто отдельный продукт у нас. Это древо уже дизайнерского оформления, когда на стену, там с оформлением. Художники отрисовывают что-то. Ну, там на холсте можно все это распечатать, нарисовать, как угодно. Но если вернуться к генеалогическому исследованию, то архивный поиск – это схема, это немножко скучно, неинтересно. И за счет того, что мы ищем как раз-таки по всем фронтам, по всем косвенным источникам, мы находим много разной информации, и потом с нашими специалистами-историками, генеалогами, мы можем описать быт жизни рода, быт предков, как они, что делали, на каких фабриках работали, в библиотеках найти дополнительные источники, описание всех этих там сел, производств и так далее. И восстанавливаем, так можно сказать, историю рода на микроисторию рода. То есть жизнь рода на фоне истории. Ну, а какие тут примеры самые интересные, вот быта, что вот, может быть, вам понравилось, запомнилось? Я вспомнил, как раз, сейчас совсем недавно обсуждали на собрании начала 1800-х годов Тамбовской губернии, и мы нашли упоминание, что у наших, представители нашего рода, украли лошадь. Более того, не просто ее украли, да, было объявление в газете о том, что разыскивается лошадь, да, соответственно, указаны все ее параметры, какого цвета, что ухо рваное, вот. Лошадь не разобрали на запчасти. Было очень интересно. И это вот относится к нашим предкам, крестьянам, казалось бы, но, тем не менее, такая изюминка, она украшает, вносит... Ну, удовольствие найти неизвестно. Уже эта история об этом умалчивает. Вот такой вопрос, наверное, многих интересует. Вообще, какая мотивация, что люди приводят к вам? Вот они приходят и говорят, вот я хочу узнать историю своего рода. А почему хочу? Ну, все-таки действительно можно сказать, что люди сами к нам приходят. Потому что они созрели, готовы к каким-то внутренним побуждениям, прежде всего. Можно выделить, наверное, основное. Часто это личный интерес. И, как сказать, люди понимают, что такая работа – это капитализация детей и внуков. То есть они передают им уже какую-то собранную информацию, и дети растут, знают о своем роде, сами готовы продолжать. Соответственно, что можно сказать, это обычно оказывает сильное влияние на подрастающее поколение, в том числе, когда знают все геройские поступки своих предков, какие моменты были сложные в жизни, что преодолела их семья в процессе. То есть, можно сказать, какое-то духовное побуждение. Ну, история учит, конечно. История учит, и это понятно, что, знаете, свои корни – это большая… Внутренний зов, что ли, для себя. Вот совсем недавно отмечали 200 лет Бородинской битвы. Были ли тут какие-нибудь случаи интересные у вас? Да, связанные с героями. Да, с героями связанные. Про Бородинскую битву нам на самом деле… Ну, не только, вообще про ту кампанию. Про ту кампанию? Про войну с Бонапартом. Да, но тут опять-таки, поскольку наша специализация – это не статусное сословие Российской империи, то мы можем сказать только про ополченцев. То есть, да, действительно, были случаи, когда представители нашего рода, заказчика, забирали в ополченцы, да. То есть, они на добровольцами уходили, это же были записи ополчения. Да, сталкивались с документами, с такими. Но не более. У нас не статусные сословия. То есть, если говорить про дворянские родословные, то там, конечно, можно очень красивые сражения, можно привлечь мемуары тех времен и тех событий, тех участников. То есть, там совершенно другие картины можно описывать, восстанавливать, проводить реконструкцию. Ну, наверное, к вам обращаются, я так понимаю, сословия, которые были крестьяне, рабочие обращаются. Дворян в своей летописи, да? Как сказать, ну, человек приходит... Он, наверное, не всегда знает, кто он был, да? Найдите мое родословное, наверное, в 98% случаев это крестьянские корни. Это нормально, это интересно. Но часто бывает наоборот. Человек знает только своего отца, а оказывается дворянин с 500-летней историей, с пересечением там. То, что его предки занимались той же профессией, что он сейчас и довольно успешный и так далее. А вот тут такая шутка ещё, я ветеран Куликовской битвы. Приходилось вам вот так глубоко опускаться вниз? Куликовская это, наверное. Да, Куликовская битва. Здесь что мы делаем? Когда мы останавливаемся на 1650-х годах, дальше мы можем дать уже историю наместничества, историю земли, где жили предки. Более глубокую. По каким-то летописям, по каким-то документам не публикованным, либо наоборот по опубликованным. То есть, после согласования заказчика мы можем дать историю этого места более древнюю, чем жили предки. И предположив, что там они и жили раньше, можно вот так вот тем самым немножко украсить, но не более. А вот ещё вопрос, опять же вернёмся к началу нашего разговора. Вот сейчас заходишь в интернет, кликаешь, там моя родословная тебе там готова составить, пожалуйста. Снимается небольшая сумма и выходит результат. Я понимаю, что, конечно, это мало что имеет отношение к каким-то научным поискам, но тем не менее. А вот чем вы можете подтвердить обоснованность и научность тех данных, которые вы предоставляете людям, которые к вам обращаются? Наверное, вопрос не совсем в научности, а в достоверности. В достоверности, да, естественно, в подлинности. Как сказать, когда мы проводим архивный поиск, мы заказываем выписки из архивов, это документы государственного образца. Если мы находим, мы всё это копируем, запрашиваем официальную копию, мы просто всё это сдаём заказчику. И помимо схемы есть чёткие документы, которые подтверждают, что это действительно его род. А вот как раз-таки вы сказали про интернет. Тут за небольшую сумму, наверное, можно провести только там аномастику. Это исследование фамилии, потому что написано много трудов по этой теме. Это несложно. Но восстановить род, схему в нашей стране это невозможно, потому что у нас архивы, они не оцифрованы. Они находятся в плачевном довольно состоянии. Как в Европе такого нет, что зашли в компьютер, набили там фамилию и восстановили. Ещё известно. Да, у нас наоборот, приходится вот всё это прорывать и, опять же, себестоимость довольно высокая этого поиска получается только потому, что сами даже архивы, они не отвечают на запросы нормально. Ну, процентов 10 случаев, когда они отвечают на запросы. И то это затягивается на полгода, и качество мы даже гарантировать не можем, потому что, может, не всё просмотрели. Пришёл отрицательный результат, и они просто не нашли. И в этом случае наши специалисты едут в командировку в сам архив, лично ищут в таком плане. То есть, вот если к вопросу, как в интернете, так, ну, это, наверное, аномастика, там, смс за фамилию, да, но это не наша работа совершенно, это не относится к генеалогическому исследованию никак. Ну, да, это два разных направления совершенно. Здесь, кстати, забавные случаи происходят, когда клиент настаивает на том, что мы отправили запрос, а потом поехали, если придёт отрицательный ответ, и приходит отрицательный ответ, мы едем, и мы находим. То есть, как правило, что бывает в итоге? Вот отрицательный ответ клиента, и вот найденный материал. Конечно же, люди, как правило, в лёгком таком шоке. Ну, либо другие варианты, мы приезжаем, а наши запросы там так и лежат благополучно. Мы их сами находим с помощью сотрудников архива, сами же их выполняем, ну, то есть, запрашиваем, заказываем, а дальше уже оплачиваем небольшую сумму госпошли на архивы, чтобы они оформили это официально. Ну, то есть... То есть, они не мотивированы, у них нет времени. А вообще, вот как правило, как документы хранятся в архивах сейчас, в наших архивах? Наверное, не в очень хорошем состоянии, мне так кажется. От архива зависит, от руководства архива зависит, от финансирования архива зависит. Вообще, в целом, ситуация плачевная. Но, тем не менее, строятся новые здания в Москве, в Подмосковье, по России, новые здания архивов. Архивы переезжают, переработка фондов происходит, идёт оцифровка, но это очень медленный процесс. Ну, и сами знаете, что в таких государственных учреждениях зарплаты у сотрудников низкие, и когда приходит какой-то внешний запрос, что-то сделать, проискать. Нет совершенно мотивации, проще чат писаться. То есть, вам приходится самим, понятно, вмешиваться. Но, тем не менее, главное – результат. То есть, вы же работаете на результат. Да, это дорого, да, это командировка специалиста, причём же поиск последовательный, это несколько командировок в разные архивы и так далее. Но это единственный способ реально найти информацию в своём роде. А вообще, как далеко вам приходилось ездить? Вот самая дальняя поездка. Самая дальняя – это всё-таки, наверное, по Европе. Ну, понятно, потому что на нашу же… Ну, опять-таки, куда? Хабаровск. Ну, то есть, по всей стране, по всей России, я так понимаю. Далековато от Москвы. В Китае, в Латинской Америке мы вряд ли будем искать, но вот по Европе, СНГ и России. Ну, почему? Вот у меня есть данные, например, что мои одни предки живут в Америке, а другие в Японии, да, вот казалось бы, да? То есть, вот если бы я к вам обратилась, наверное, пришлось бы и туда отправляться. Предки или потомки? Да, потомки, потомки, да, да, да. А вы сами изучали свои родословные? Изучали, интересовали, собственно, может быть, поэтому и пришли в эту тему, потому что, когда я рос, допустим, я просто всё время слушал рассказы своих дедушек, прадедушек и так далее, какие геройские поступки во время войны и с той, с другой стороны, и после этого я сам понимал, что в некоторые моменты я в жизни, ну, никаким там некоторым моральным принципам никогда не приступлю, потому что это было в моём роду, я знаю это и так далее. То есть, это всё очень интересно, завлекательно. Она очень учит, учат. Учат, действительно. Вы знаете, сейчас как-то... Вы, кстати, изучали свою родословную? Да, конечно, я изучаю и сейчас изучаю, но я поставил себе цель сделать это своими руками, то есть не прибегать к помощи специалистам. У вас интересная фамилия. Фамилия интересная, причём я нашёл, что она писалась не «Мара тканов», а «Мара тканов» в архивах, она в 19 веке. Она какая-то профессия от какой-то. Может быть, но пока я ещё не разобрался. «Мара тканов» – это что-то ткачество связанное. Ну, возможно, да, «Мара» и «Ткань», «Ткач». Ну, в общем-то, все мы, как вы сказали, 98% – это люди, предки людей, которые работали на земле. Не, наверное, 98% – это процент наших заказчиков. А, 98% – понятно. А так ты, наверное, крестьянские рода – это ещё 99%. Ну, да, да, да. Я об этом и говорю, что процент, конечно, очень большой. Ещё такой вопрос, ребят. В настоящее время как-то поднимается, муссируется тема Первой мировой войны. Есть ли какие-то примеры, приходилось вам находить? Потому что найти по России – это практически невозможно. И следующий год получается юбилейным, 100 лет, со дня начала Первой мировой войны. А у нас, вы знаете, в России совсем нет даже музея Первой мировой войны. А вот если какие-то у вас люди были связаны, приходилось вот такой поиск вести? Тут самое интересное, что если мы имеем по какой-то родословным максимумам информации по Первой мировой войне, то это, как правило, со слов родственников, документов, которые в семейных архивах хранятся, и фотографий. И, как правило, здесь очень сложно дополнить что-то, что есть в семье. Но бывают случаи, что и в архивах удавалось находить. Но информации опять-таки мало. Если по Второй мировой её достаточно много, и это было относительно недавно по отношению к Первой, то почему-то про Первую забыли, просто забыли. Ну, по, так сказать, историческим причинам, вернее, по политическим даже причинам забыли. Ну, вот в следующий год собираются как бы её реанимировать. Широко прожнули. Да, да. И ещё такой вопрос, мы уже тоже об этом говорили, что на поиски уходит в составление генеалогического древа определённое время, да? А самый такой длительный период какой вот был? Можно, наверное, с другой стороны ещё ответить, что если мы за 6-10 месяцев проводим архивный поиск, там проводим генеалогические исследования, может быть, даже книжку родословную составляем вместе с журналистами, фотографами и так далее, то со многими заказчиками, наверное, с половиной мы уже 2-3 года продолжаем отношения, потому что человек приходит и говорит, хочу ещё одну фамильную линию по-другому своему предку исследовать, очень интересно. То есть история затягивает. Да, затягивает. Затягивает, и она разветвляется всё время. И становится всё более интересной. Поэтому тут сложно сказать, какой, наверное, самый долгий период такой. Хочу для жены. Давайте сделаем небольшой подарок для партнёра. Ну вот, кстати говоря, опять же, возвращаясь к поиску родословно, у меня с подругой действительно произошла такая детективная достаточная история. Ну, мы жили в советское время, и причём у подруги отец был военным лётчиком, и оказывается, что его предки были очень высокого знатного рода. Естественно, он об этом нигде не говорил, умалчивал. И только перед смертью её мама ей об этом сказала. Естественно, никаких документов не сохранилось, потому что пытались всё это скрыть и так далее. Вот она хочет эти поиски возобновить, у неё даже польская фамилия, и хочет, это действительно настоящая история, и хочет продолжить эти поиски, потому что корни все уходят в её Польшу, у неё фамилия, в общем-то, польская. Вот как, с чего ей надо вообще начинать? Ей нужно отталкиваться от тех людей, от тех документов, которые она видела. Мама от мамы, от папы от папы. Остались метрики только мамы-папы, но как-то даже не метрики, теперь уже свидетельство о смерти. То есть больше у неё на руках ничего нет. Поиски должны быть всё равно последовательны. Если это по современным периодам, это, наверное, по ЗАГСам надо искать, там, по военкоматам, всё, что можно собрать. То есть уходит история даже вот к Первой мировой, опять же, войне, и вот всё уходит туда вот именно в Польшу. Блин, ну вот смотрите, человек же где-то учился так или иначе, где-то работал, несколько мест работы, были события, как рождение детей у него, его брак, он где-то жил, то есть это домовые книги. Всё равно где-то дожил. То есть всё равно где-то что-то... Так или иначе он след где-то оставил, и надо его искать, но желательно последовательно. То есть отталкиваться от того, что сейчас 100% известно. Ну тут стоит, наверное, просто раз так зашли на эту тему, про знатные рода и так далее. У нас бывают случаи, что люди приходят и просят свести со знатным родом, говорят, вроде слышали, вроде так должно быть. По документам не получается. Приходится расставаться с такими заказчиками, потому что мы не готовы. А вот меня тоже всегда очень волновал вопрос. Моя девичья фамилия Орлова, то есть как бы понятно, да, известная такая громкая фамилия. Она не обязательно связана с каким-то графами, которые были при дворе наших императриц и так далее. Или это просто вот такой миф, что ли? В данном случае это достаточно распространенная фамилия. Ну фамилия распространенная, конечно. Поэтому сейчас сказать... Иванова, Петрова, Сидорова, Орлова и так далее. То есть надо искать. Конечно, надо именно вашу фамильную линию... Вы, Нина, у нас знают, но княжеского рода. Нет, ты знаешь, я углубляясь вот в историю своего рода, не могу этим похвастаться, но очень горжусь своими предками, естественно. И вот ещё давайте мы поговорим вот о чём. Помимо составления древа этого родословного, да, вы ещё и делаете геральдику, да, придумываете. И вот старые как бы... Составляем, составляем, придумывать тут нельзя. То есть вы даже гербы можете составить. Тут есть же чёткие правила. А, то есть есть тоже в этом вопросе. Мы ведь не специалисты, поэтому... У нас есть историки-геральдисты, которые занимаются только этим направлением, как правило. Ну, либо консультируют нас в процессе написания отчёта, но опять-таки по тем моментам, которые касаются геральдики. Мы составляем современные гербы, понятно, что сейчас мы их составляем, но по всем древним устоявшимся правилам геральдики. И даже здесь существуют свои правила. Да, здесь тоже существуют свои правила, которые на самом деле есть разные. группы геральдистов. И между геральдистами идут споры, как должно быть так или иначе изображен тот или иной элемент, сочетание этих элементов. Но, тем не менее, мы для себя определили некоторое направление в геральдике. И если человеку нужно, то мы готовы составить современный герб. Вот такой вопрос, я вас немножко перебью. А если у человека все предки были землепашцами, он приходит к вам и говорит, а я хочу щит нарисовать, чтобы вот был щит, как у рыцарей таких, как раньше у меня на гербе был. Ну, на самом-то деле щит – это же обязательно элемент герба. Пожалуйста. То есть, мы щит рисуем. Другое дело, что мы стараемся, не будем английский рисовать, зачем, как он. То есть, будем какой-нибудь старорусский рисовать щит. Щит – это символ семьи, символ дома в данном случае, как мы это расцениваем. Поэтому щит мы рисуем. И на щите указываем как раз-таки атрибуты, элементы семьи, что характеризует этого человека, что характеризует его семью. Так или иначе, в каждом человеке можно найти какие-то изюминки, какие-то особенности, которые нужно шифровать. А вот если в семье было много военных, тогда что можно на щите указать? Смотря в какой это было стране, смотря какие это были войны, смотря кто они были. Но, тем не менее, опять-таки, это могут быть какие-то мушкеты, это могут быть сабли. Ну, то есть, это элементы, означающие то, что человек так или иначе связан с военной тематикой. Крепость может… Ну, надо смотреть в конкретном случае. У меня дочка в школе, когда училась, там, значит, дали такое задание нарисовать геральдику. И это вообще вся школа гудела, потому что мальчик один, который… Это абсолютно тоже подлинная история, у которого папа был, извините, вором в законе. Он там нарисовал автомобиль, который угоняют, и написал, что всех угоним. Второй работал где-то у нас в городе тоже в похоронном бюро, написал, крест нарисовал, написал, всех похороним. Ну, то есть, дети как бы отражали, да, так сказать, родословные своих родителей, что можно квалифицировать только как во времена онравы, да. Но, тем не менее, вот насколько бывает интересна вот та геральдика, которую вы составляете? Вот были ли у вас какие-то клиенты, которые вот как бы как-то отличались от других? Конечно, наши клиенты, они все друг от друга отличаются. Есть лётчики, есть профессиональные военные, у которых там 3-4 уже поколения прослеживаются военных. Есть врачи, почему бы и нет, видно же, тенденции видны. Но, опять-таки, если это лётчик, дурным тоном будет рисовать самолёт современный. Может быть, какие-то элементы, напоминающие там винт, может быть, крылья, может быть, птиц, которые ассоциируются с воздухом. Это да, это можно рисовать. Того же орла. Того же орла. Да, опять-таки, орёл, может быть, и у кого-то ассоциируется с горной местностью, поэтому нужно несколько раз подумать, прежде чем рисовать орла. Но, тем не менее, не нужно никакие современные предметы, компьютеры, автомобили, самолёты рисовать, изображать. Ну, а геральтик участвующий обращается, чтобы… У нас это непрофильное… Это непрофильное. У нас это непрофильное направление, поэтому те, с кем мы работаем с архивным поиском, кому делаем родословные книжки, тем готовы разработать герб, если это нужно, ну, потому что не отправлять же их куда-то. Ну, а так, на самом деле, как правило, единичные заказы на герб мы, в принципе, наверное, и не берём. Да, я слышал, что вы ещё и фильмы снимаете. Ролики – да, клипы – да, какие-то презентации сами. Соответственно, если говорить про фильмы, про полнометражные документальные, то снимаем с партнёрами, да, делаем. Ну, приглашайте кого-то, какие-то специалисты ещё. Да, именно те, кто занимается продакшеном, видеопродакшеном. А мы пишем сценарии, подбираем. То есть, именно фильм посвящён фамилиям, родам? Может быть, конкретному человеку, может быть, конкретному селу, где несколько поколений предков прожили. Это может быть какого-то эпизода из жизни даже одного человека. Всё индивидуально. А что за эпизоды-то? Ну, например, Вторая мировая война очень, так сказать, такая тема популярная. Можно восстановить боевой путь по документам военкоматов, по документам сельсоветов, по документам Центрального архива Министерства обороны, если… ну, и по другим военным архивам. Восстанавливаем историю, военный путь. И дальше всё это можно реконструировать, отснять. А какие-то есть вот интересные, тоже, опять же, забавные, может быть, случаи, которые вот вам удивили, когда у вас заказчики? Фильмы какие-то были такие? Ну, тут на самом деле каждый фильм, он удивительный. То есть, это настолько уникальный продукт получается. Они уделяют нас тем, что мы никогда не ожидаем результата. То есть, мы ждём, но получается намного лучше, чем мы ждём. Ну, потому что всегда, мне кажется, история – это очень интересно, и она всегда люди, естественно, трогает за живой, тем более, когда история твоего рода. Это дело, которым вы занимаетесь, конечно, оно заслуживает самых хороших слов, потому что это действительно очень интересно и очень нужно и важно. Да, это дело нашей истории. Да. Алексей, вот я у вас хотела спросить, вот скажите, пожалуйста, вот мы сейчас очень много говорили о вашем центре, о том, о чём он отличается от других центров, но я так понимаю, что главное отличие – это действительно глубокое погружение в то дело, которым вы занимаетесь, большая разветвлённая сеть специалистов, и я вижу блеск в ваших глазах, вам это интересно, а это, наверное, тоже большой успех дела. И вот мне бы хотелось вообще спросить у вас, та цепочка, которая существует во всей этой огромной поисковой работе, как она вообще строится? Ну, я попробую тогда… Ну, приходится задействовать очень многих людей. Да, очень многих. Многих специалистов. Вот расскажите, пожалуйста. Попробую рассказать на фоне услуг наших и специалистов. Хорошо. У нас в каждом проекте всегда есть координатор проекта, который отвечает полностью за качество. Это специалист высокого класса, эрудиции, знаний, смекалки и так далее. Творческая натура, которая разберётся во всём. Далее, есть координатор архивного поиска. Проводится архивный поиск группы специалистов, собираются те данные, схемы и так далее. Всё. После этого подключаются работы историки-генеалоги. Историки не архивисты, а те, которые в библиотеках ищут факты. Собирается, описывается род на фоне истории, быт, людей и так далее. Если дальше мы делаем родословную книжку, то к этой работе подключаются фотографы, которые выезжают на места, фотографируют местные достопримечательности. Если стоит дом предков, то фотографируют дом, церкви, природу фотографируют. Журналисты, которые тогда опрашивают ныне живущих, родственников, двоюродных сестёр, братьев. Особенно интересный случай, когда какие-нибудь бабушки-дедушки, двоюродные даже там, троюродные живые, и с ними интересно поговорить, приехать к ним в деревню и взять интервью. Тут же далее подключаются писатели, которые из этой всей массы информации составляют интересную книгу. Редакторы-корректоры стандартно, научные редакторы, которые всё вычитывают, проверяют. Далее это дизайнеры, верстальщики, которые... И даже типография. Креативная уже пошла армия. Так сказать, издательский процесс у нас отлажен. Типографией занимаются наши партнёры. То есть типография, и в конце, на выходе, если говорим о родословной книге, то это ручной переплёт, кожаная обложка. То есть такой толстый труд фундаментальный. Вариант, да. Вариантский труд получается. Да, и потом, естественно, это всё сдаётся заказчику. Так сказать, восторга много, особенно у нас одна треть заказов, это, наверное, подарки к юбилею, к таким праздничным событиям, когда сам человек, которому исследование проводится, он даже не знает. Представляете, да? Год работы идёт, и вот там 50 лет. На самом деле, когда я своей дочери подарила на 17-летие такую книгу, тоже выпустили мы, она сказала, мамочка, ты мне вот в жизни лучшего подарка придумать просто не могла, потому что эта книга, это на всю жизнь. Ну я, так как она у меня тоже журналист, я ей сказала, а теперь ты должна написать вторую часть. Правильно. История продолжается. История продолжается. Мы видим, как людям это приятно, особенно когда сюрприз, столько эмоций, мы просто их собираем и сами понимаем, что у нас хорошая работа, благодарны, мы спокойны. Ну что, время нашей передачи подходит к концу? Ну, наверное, в жизни каждого человека его родословно, это главное. И вот из нашей беседы есть сегодня такую фразу, вот у меня что-то всё время покрутилось в голове, ничто на земле не проходит бесследно, правда? Вот человек оставляет какой-то след, и вот эти поиски, которые, вот если в голове это есть, то человек хочет найти своё родословно, должен быть толчок, чтобы как бы подвиг человека ими заняться. То есть всегда будет успех, я так думаю, в любом случае. Да, пусть поиск будет всегда успешным. Да, а мы, Михаил Масалёв и Нина Донских, прощаемся с вами и желаем вам новых творческих поисков. До новых встреч. До новых встреч. До свидания. До новых встреч.